Рассматривать умные смартфоны, часы, компьютеры, приставки и прочие новинки высокотехнологичного рынка на прилахах магазинов безусловно интересно. Однако куда приятнее изучать потребительскую и промышленную электронику на специализированных выставках. Одна из таких прямо сейчас проходит в рамках молодежного форума Иволга 2014. Чем могут удивить самарские разработчики и каких новинок стоит ждать настоящим гаджетоманам, расскажем в нашей сегодняшней программе. Молодежный форум Иволга принимает гостей уже второй раз подряд. В этом году к участникам со всего Приволжского федерального округа добавилась и делегация из Китая. Ее участники звезд с неба не хватают. В Россию приехали не столько за достижениями, сколько за впечатлениями. В университете я изучаю русский язык. Мы все мы изучаем. И, конечно, очень хотим поехать в Россию. Это желание. И может быть стать переводчиком или преподавательницей русского языка. Пока китайские студенты мечтают о том, как начать работать в России, наши студенты думают о том, как здесь заработать. В ход идут все мыслимые и немыслимые решения. Доходят до того, что сегодня большая часть курсовых и дипломных работ — это не просто горы текста, исследований, графиков и таблиц, а проработанные бизнес-планы. Кто-то создает уникальные материалы из мусора, кто-то вникает в тонкости дополненной реальности. Последний сегодня увлекаются чуть ли не все разработчики. Ведь объединять виртуальный и реальный мир не просто модно, это выгодно. Спрос создают сами пользователи, желающие, чтобы их жизнь хоть чуть-чуть стала похожа на фантастическое кино. Зарубежный проект Oculus Rift это желание почти исполнило. Работающие прототипы таких очков уже существуют и продаются. Правда, за очень большие деньги и очень ограниченным у кругу лиц. Контент для них пока тоже отсутствует. Другое дело, альтернативные очки дополнены реальности из Пермского края. По-английски называется сайт, по-русски просто взгляд. Насмотревшись на ажиотаж вокруг Oculus Rift, студенты Пермского политеха быстро создали их аналог. Путь от идеи до первого собранного прототипа они прошли всего за три месяца. При этом средств разработки затратили минимум. Очки собрали буквально из того, что было. Прозвольство очень простое. Взять любой смартфон на андроиде, устанавливаете приложение или просто скачиваете фильмы, и получается эффект. Большой аналог это Oculus Rift, и если в России, то 40 тысяч стоит. Он требует компьютера, и фильмы на нем смотреть нельзя. Если пермяки смогут найти недостающие деньги, их очки дополненной реальности поступят в продажу уже этой осенью. При этом стоить они будут в 40 раз меньше своих основных конкурентов. Oculus, несмотря на все его преимущества, до таких успехов еще расти и расти. Сейчас его авторы готовят к выпуску вторую, обновленную версию своего гаджета, которая вновь не будет доступна обычным покупателям. Разработчики взгляда тем временем надеются, что благодаря их усилиям мобильные интернет-маркеты наконец пополнятся достойным контентом. Когда-нибудь, надеемся, в Google Play появится вкладка «Стильный интернет» для шепна. Как никогда часто разработчики высокотехнологичных устройств стали вспоминать и про наше с вами здоровье. IT-медицина сегодня одна из самых перспективных отраслей производства. Новинок и инноваций в ней хватает сполна. На Иволге свои лечебные разработки презентовали специалисты сразу из двух регионов ПФО. Студенты из Мордовии, к примеру, создали систему, умеющую дистанционно определять пульс человека. «Используется компьютер, камера. Камера снимает лицо человека, по лицу определяется пульс. Так как, когда сердце сокращается, кровь колеблется, соответственно, цвет кожи лица немножко меняется. То краснее, то более пледнее. И, соответственно, тоже не видно глазу человека, регистрируется программа. На основе этого измеряется пульс». По словам разработчиков, в будущем их система сможет использоваться не только медиками, но и охранными организациями. Ведь резкие изменения пульса могут свидетельствовать не только о самочувствии человека, но и о его злобном намерении, к примеру, в готовящемся теракте. Проект самарских разработчиков таких целей не преследует. Комплекс специальных сканеров, программного обеспечения, резаков и прочих станков призван решать всего одну, но злободневную проблему – помогать ортопедам в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Мы решаем проблему опорно-двигательного аппарата на основе биомеханики, индивидуальной биомеханики каждого человека». На деле это выглядит так. Пациент, обратившийся за помощью к ортопеду, проходит целый курс диагностических процедур. Сначала его походку фиксируют видеокамеры, закрепленные на знакомой каждому беговой дорожке. После специальные сканеры определяют анатомические особенности стоп-человека. Все эти данные обрабатываются в профессиональных графических редакторах и преобразуются в точную 3D-копию стопы пациента. «Такая виртуальная 3D-модель попадает на станок с ЧПУ. Мы устанавливаем заготовку, монтируем ее в определенную оснастку и включаем станок, позволяющий реализовать эту 3D-модель в действительности, в реальном времени и произвести тот ортез, который требуется человеку». Так на свет рождаются инновационные стельки, разрабатываемые индивидуально по заказу врача и по требованиям пациента. За рубежом подобные технологии используются уже не один год. Все оборудование для нашего проекта там и позаимствовано. Зато в России ввести такие инновации в медицинскую практику, кроме самарских ребят, пока никто не рискнул. Так что свое здоровье мы можем поправить уже сейчас. Для этого нужно получить направление у лечащего врача и подождать 3 дня. Ровно столько изготавливаются правильные стельки. А дальше решайте сами. Можете отправиться в горы, начать бегать по утрам или просто пойти в ногу со временем. Несмотря на то, что многие из увиденных нами проектов могут так и не поступить в продажу от мысли, что все они разработаны нашими с вами соседями, становится приятно. Предлагаю пожелать им удачи и трепетно ждать выхода на рынок хотя бы некоторых региональных инноваций. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...